Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков и в этом ролике вы увидите рассказ о новой печи Panasonic NN CS89. У данной печи есть 4 режима работы – микроволны, гриль, конвекция и пар. Печь может разогревать и размораживать продукты с помощью микроволн, готовить как духовка с помощью гриля и конвекции, а также является полноценной пароваркой. По сути, она заменяет собой сразу три прибора. Давайте перенесемся на мою кухню и я покажу, как эта печь действительно изменила мою жизнь. К появлению печи я подготовился и изменил на кухне все. Главное, убрал газовую плиту со встроенной духовкой, тем самым освободив много места. Газовая духовка при больших внешних габаритах не позволяла готовить одновременно на двух уровнях, поэтому для меня ее полезный внутренний объем был невелик. Давайте переходить к тестам. Для начала приготовим мои любимые пирожки. Загружаем ингредиентов в хлебопечку. И включаем программу «Дрожжевое тесто». Она же пицца. А пока хлебопечка готовит тесто, приготовим начинку. Обжариваем лук. Добавляем капусту. Тушим. Начинку убираем остывать. На решетку, она идет в комплекте с печкой, выстилаем бумагу для выпечки. Готовое тесто делим на 18 частей по 45 грамм. Можно и на глаз, но мне больше нравится, чтобы пирожки были одного размера. Противень смазываем маслом. Начинку закладываем в пирожки. Пирожки выкладываем на противне. Смазываем яйцом, чтобы пирожки получились румяными. Можно сделать предварительную расстойку, а можно просто установить конвекцию на 180 градусов. И пока печь набирает температуру, пирожки успеют подняться. В процессе приготовления один раз их следует развернуть для равномерного пропекания. Через 25 минут румяные красивые пирожки готовы. В 18 штук за один заход. Противни и решетки легко помещаются в посудомойку. Теперь приготовим пиццу. Тесто, конечно, сделаем в хлебопечке. Пока готовится тесто, нарезаем ингредиенты для начинки. Я взял помидоры. Перец. Маринованные огурчики. Сосиски. И колбасу. Натер сыр. Смазываем противень и выкладываем тесто на него. Растягиваем. Если тесто именно растягивать, а не раскатывать, оно получается более воздушным. Выпекаем корж на температуре 180 градусов. Поскольку начинка очень сочная, класть ее лучше на выпеченный корж. Правляем в печь. Теперь включаем режим гриль на 5 минут. Тонкое воздушное тесто и много начинки. Именно так, как я люблю. В печи есть режим пар. Проверим и его работу. На один противень выкладываем стейки, семги, соль и специи по вкусу. На второй противень гарнир. Готовить можно одновременно на двух противнях. Даже если продукты на них разные. Размещаем противень и решетку в печи. Выбираем режим пар и время готовки 10 минут. Так как стейки крупные, я добавил еще 10 минут. Сочный, полезный и вкусный ужин готов. Выкладываем на тарелочку. В новой печи есть возможность устанавливать температуру конвекции от 30 до 230 градусов. Поэтому можно готовить сувид. Берем куриное филе, масло, перец, соль, розмарин. Все это закладываем в пакет и удаляем воздух. Если нет специального приспособления, можно обойтись к кастрюле с водой. Так мы получим мясо в вакууме. Приготовление в вакуумном пакете при температуре ниже 100 градусов есть сувид. Пакет с куриным филе располагаем в печи. Устанавливаем температуру 70 градусов на 1 час. Мясо почти готово. Но для того, чтобы придать ему красивый цвет, завершаем готовку на режиме гриль. Выкладываем курицу сувид и овощи на тарелку. И украшаем. Нежное мясо получилось очень вкусным. Теперь давайте приготовим классическую курицу. Делаем простой маринад. Соль, карри, масло. Перемешиваем. И маринуем курицу снаружи и внутри. Размещаем на решетке и отправляем в печь. Устанавливаем автоматическую программу курица. Вес 1800 грамм. И запускаем. Меньше чем через час курица готова. Перекладываем ее на тарелку. Давайте оценим качество приготовления. Мясо получилось нежное и сочное. Корочка золотистая и не пересушенная. Разогрев я проверял на разных блюдах. Еда разогревается равномерно. К примеру, на разогрев тарелки на максимальной мощности уходит чуть больше минуты. Также есть сенсорный разогрев. Для оценки равномерности распределения микроволн я использовал специальную тарелочку с лампочками. Лампочки загораются на тех участках, на которые попадают микроволны. Тест показал, что разогрев идет действительно равномерно. Поскольку печь имеет инверторное управление, разморозка может идти на малой мощности. И при этом достаточно быстро. Котлеты я разморозил всего за 5 минут. Причем разморозились они действительно равномерно. Готовить можно либо в отдельных программах. Микроволны, гриль, конвекция, пар. Либо выбирать комбинацию режимов, когда одновременно будут задействованы несколько программ. Также можно готовить в автоматических программах, в которых вы выбираете просто вид продукта и его вес. К примеру, курица целиком или мясо по-французски. После большого количества экспериментов, давайте я сформулирую плюсы и минусы данной печи. Безусловно, к плюсам можно отнести большое внутреннее пространство, объем в 31 литр. Причем пространство большое как в горизонтальной плоскости, поскольку нет поворотного стола и можно располагать даже прямоугольную посуду больших размеров. А также большой объем по вертикали. Можно одновременно готовить на двух уровнях. Три полноценных варианта использования. Микроволновая печь, духовка и пароварка позволяют сделать прибор функциональным, а также убрать с кухни лишние приборы, которые больше не понадобятся. Печь позволяет готовить практически любые блюда и достаточно быстро. В программе комбинация одновременно работают несколько режимов. Например, микроволны и конвекция. Это позволяет практически вдвое сократить время приготовления. Кроме того, она просто очень красивая. Но есть и минусы. На мой взгляд, недостатком печи является ее дисплей, а именно очень крупные надписи блюд, которые вы будете приготовить. Иногда название некоторых блюд полностью не помещается в строку, из-за этого появляется бегущая строка. Читать ее не всегда удобно. Вторым минусом, на мой взгляд, является слишком большое количество программ. На самом деле, столько, наверное, и не нужно. Больше подробностей о данной модели печи вы можете по традиции найти на сайте официального интернет-магазина eplaza.panasonic.ru Ссылочка будет ниже, в описании. Ну, а если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если же у вас остались какие-то вопросы по этой печи или любой другой технике, задавайте их ниже в комментариях. Спасибо за ваше внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...